Дамы и господа, современные технологии радикально меняют футбол. Если несколько лет назад все решения во время игры отдавались на откуп арбитрам, то теперь у них есть видеопомощники. Они упрощают жизнь главному судье и дают возможность разобраться в спорных моментах с офсайдами, игрой руками, симуляциями и в ряде других непростых ситуациях. Голл 24 представляет подборку знаменитых матчей, результат которых был бы совсем другим, если бы ВАР появился пару десятилетий назад. Кстати, если это видео наберет 5000 лайков, то мы обязательно сделаем вторую часть. Так что смелее жмите палец вверх. А перед началом просмотра давайте проверим ваши знания футбола. Сможете ли вы ответить на наш небольшой вопрос в комментариях? Франция, Ирландия. 1-1. 18 ноября 2009 года. А это один из самых известных случаев, когда арбитрам не помешала бы помощь видеоассистентов. Тут была самая настоящая рубка сборных Франции и Ирландии за выход на чемпионат мира 2010. В первой игре французы взяли над ирландцами вверх 1-0, а в ответные уступили с тем же счетом. Все решалось в овертайме, где лучший бомбардир в истории трехцветных Тьерри Анри откровенно подыграл себе рукой и выполнил голевой пас на Вильяма Галаса. Возмущению Ирландии не было предела. Подлость Анри и шведских арбитров там обсуждают до сих пор. Например, небезызвестный Конор Макгрегор, подбадривая сборную своей страны перед важнейшим матчем против сборной Дании, вспомнил ту самую игру с французами. Если бы в 2009 году существовал ВАР, на чемпионат мира, вероятнее всего, поехала бы сборная Ирландии. Но реальность оказалась не такой радужной для жителей Дублина и граждан всей Ирландии. В ЮАР отправилась сборная Франции Раймона Доминека, где, к слову, выступила весьма посредственно, не выйдя из группы и набрав одну очко в трех матчах. Барселона-Арсенал. 2-1. 17 мая 2006 год. Памятный финал Лиги чемпионов между Барсой и Арсеналом стартовал с красной карточки Янсу Лемону за фолл последней надежды. Но в этом эпизоде главный судья Терье Хауге разобрался верно. Зато его бригада допустила помарку в другом важнейшем моменте. В случае с забитым мячом Самюэля ЭТО, который позволил Барселоне сравнять счет, Камерунец залез в небольшой офсайт. Об этом спустя годы вспоминал наставник канониров Арсен Венгер. «К какому эпизоду я бы вернулся, если бы FIFA ввела систему видеопомощи раньше? Я бы выбрал гол Барселоны, когда сравнялся счет в финале Лиги чемпионов 2006. Там был офсайт, а мы за полчаса до финального свистка вели со счетом 1-0. Того трофея нам не хватает, поэтому это самый драматичный момент». К сожалению, для Арсенала и Арсена Венгера все случилось так, как случилось. Ушастый кубок уехал в Каталонию, а канониры так и остались без титула лучшей команды Европы. Больше до финала Лиги чемпионов Арсенал пока не добирался. Манчестер Юнайтед Челси 1-2 3 апреля 2010 года Карло Анчелотти в свой первый сезон у руля Челси привел синих к чемпионству. Но этого бы не случилось, если бы в Англии уже тогда существовал Вар. В матче 33-го тура лондонцы одержали выездную победу над Манчестером Юнайтед, с которым конкурировали за чемпионство. По итогам турнира Челси опередила МЮ всего на 1 очко, а значит можем смело утверждать, судьба титула решилась в тот день на Олд Траффорд. Главная неприятность для сэра Алекса Фергисона заключалась в том, что Дидье Драгба забил победный гол из явного офсайда. В нынешних условиях мяч и вуарийца со стопроцентной вероятностью был бы отменен, а чемпионом в результате стал бы не Челси, а Манчестер Юнайтед. Арсенал Портсмут 1-1 13 сентября 2003 год А знаете, чего еще не было бы появить в Вар на пару десятилетий раньше? Исторического, непобедимого сезона Арсенала. Причем беспроигрышная серия канониров оборвалась бы в самом начале английского чемпионата, если быть точным, в пятом туре. Тогда в гости к команде Арсена Венгера пожаловал Портсмут Харри Реднаппа и неожиданно повел в счете благодаря голу Тедди Шерингема. Ближе к концу первого тайма один из лидеров Арсенала Робер Пирес решился на откровенную симуляцию в штрафной площади. Но главный арбитр Алан Вейли купился на актерскую игру француза и назначил 11-метровый. Пенальти реализовал Сьери Анри. Арсенал и Портсмут сыграли в ничью, а по итогам сезона лондонцы завоевали чемпионский титул с нулем поражений в активе. Наличие вар коренным образом поменяло бы ход истории. Канониры, скорее всего, взяли бы золотые медали. Но на самом деле в статусе непобедимых им это сделать не удалось. Германия-Англия 4-1 27 июня 2010 года Легендарный матч между немецкой и английской сборными и непростительная ошибка уругвайских арбитров во главе с Хорхи Лориондой. При счете 2-1 нынешний тренер Челси Фрэнк Лэмпорт забил в ворота Мануэля Нойера чистейший гол. То, что мяч пересек линии, увидел даже Фабио Капелло, находившийся в технической зоне. Однако мяч не засчитали, англичане расклеились, а немцы закинули в их сетку еще два. Если бы в 2010-м существовали бы нынешние технологии, дальше могла пройти сборная Англии. Но история, как вы прекрасно знаете, не терпит сослагательного наклонения. Ходит легенда, что Лорионда все же посмотрел повтор этого эпизода и пришел в самый настоящий ужас. Как утверждают свидетели, когда арбитр понял, что не засчитал абсолютно легитимный гол Лэмпорда, из его уст вырвались следующие слова «О господи боже мой». Далее следующий вопрос. Вар не искореняет проблемы, а лишь откладывает их решение. Я против системы видеоповторов. На мой взгляд, эта технология просто красивая фигня. К сожалению, мы уже никогда не откажемся от этого. Друзья, кому принадлежит эта цитата? Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Надеемся, что вам нравится наше творчество. Не забывайте ставить лайки, комментировать и подписываться на наш канал. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео.